Приветствую вас. Вы знаете, я прочитал ваш вопрос и, конечно, согласен с вами. Бай в том, что ситуация очень неприятная. И, безусловно, человек так поступающий с детьми нуждается в каком-то наказании. Правда, и закон нужно уважать в той стране, на территории которой вы живете, иначе в противном случае уже вы можете оказаться вне закона. Но, понимаете, как психолог я не могу и не хочу кого-либо судить в этой ситуации. Это, ну, слава богу, не моя обязанность, да, это не моя работа, кого-то судить. Но, что куда более важно, это то, что вас эта ситуация разозлила. Мне, что важно, вызвало, например, сочувствие. То есть, девушка, хотя, конечно, вы за нее переживаете, но не только. Вы за нее не только переживаете. У вас есть негатив. А вдруг он с ней что-то делал, а вдруг что-то делал она. То есть, это вот, практически вы говорите о своих собственных переживаниях. То есть, что вашу девушку, я так понимаю, да, по вашему мнению осквернило. И я думаю, что в первую очередь вам следует скорректировать свое отношение к сексу в целом, к девушке в целом и к тому, как вас это задевает. То есть, эм, есть несколько сторон проблем. Первая сторона, фактически, имела место быть преступлением. Соответственно, у нас есть жертва преступления, да, и у нас есть преступник. С другой стороны, есть ваше отношение к девушке. И то, как вы ее воспринимаете и чего хотите для нее. И с третьей стороны, есть ваше собственное восприятие этой ситуации. И вот, тонкость здесь все в том, что вас задевают фактически. То, что у нее было какое-то взаимодействие с этим человеком. Вы говорите, что вы злитесь, вы говорите, что спрашивали у нее, почему она не рассказала ранее. Вот. Вы пишите о том, а вдруг там, вдруг что-то было. То есть, вот, фактически, фактически, здесь вы говорите про себя. Фактически, здесь вы говорите про свое собственное восприятие данной ситуации. Восприятие данной ситуации достаточно негативное. Идея заключается в том, чтобы разграничить эти вещи, понимаете? Чтобы, ага, чтобы не смешивать эти вещи, чтобы эти вещи вам не, ну, чтобы вы не путали их. Чтобы не путали одно с другим. Чтобы вы отделяли одно от другого. То есть, значит, вот вы пишете, она призналась, мне об этом страшно на мой взгляд. Вот, в чем здесь, что здесь страшного, не очень понятно. Вот. Вот такая вот история. И все это глобально выглядит как то, что вы крайне-крайне трудно переживаете то, что ваша девушка могла быть. Не ваша. Фактически. Фактически. Понимаете? Какая штука. Вот в этом и основная проблема. Я, конечно, очень сильно надеюсь ошибаться. Я надеюсь, что я не брав, но, как мне кажется, проблема в этом. И в первую очередь нужно обращать ваше внимание, работать с тем, как вы воспринимаете себя и девушку. Вот вы видите, был очень зол. На что вы были злые? Аааа, значит, врать она мне не имела права. Почему вы так решили? Это ее право. Вот. Я очень переживаю, что могу быть на самом деле. Почему вы переживаете? Она стала девушкой, слава богу. Почему для вас это так важно? Вот. В этом направлении, в направлении значимости секса и нужно работать. Потому что здесь вы воспринимаете свою девушку, я боюсь, как собственность. А вот. Дальше. У меня в душе сомнения и отращения немного. Немного из-за того, что начинаю представлять, а что могло быть реально. Здесь вы описываете проявление ОКР, внебром навязчивых мыслей. Ааа, вдруг они становились что-то делать такое, где следов не видно будет и так далее. Ааа, простите. Какая вам разница между соленом и соленом? Причините, как на вас это влияет? Ааа, дальше. Аа, прости, я уже слышал, я хочу действительно разобраться у себя. Да-да, с уверенностью в себе и самооценкой, и с отношением к сексу нужно работать. Вот. Вы называете этого человека страшным, не могу с вами согласиться. Вот. Это конечно ужасно, но страшных страшных нет. Это, это не страшно. Да, я просто больной человек. Просто больной. Как дальше строить отношения, а в чем проблема? Или вы к девочке стали по-другому относиться из-за этого? Ааа, насчет справедливости, это у вас идеалистичное представление насчет справедливости. Эээ, так, эээ, значит, эээ, образиться в прокуратуру. Ну, я не очень понимаю зачем это все это делается, честно говоря. Вот, мне кажется у вас здесь опять же проявление эээ, навязчивых мыслей. То есть я бы вот именно с навязчивостью поработал бы Роман. Класс. Вот, а девушка, возможно, у вас травмирована, но ей тоже можно помочь. Ну и вам вместе, вдвоём, требуется терапия, потому что ваши отношения появятся не совсем зрелые. На этом всё, я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи.